Для тех, кому интересно все, что было в прошлом, как и то, чем сейчас живет Петровское сельское поселение, очень значимым событием стало открытие комнаты трудовой славы в местном музее. Смотрите об этом наш репортаж. Вот уже более трех лет работает Музей истории и боевой трудовой славы Петровского сельского поселения. За это время была проделана огромная работа по сбору экспонатов, оформлению экспозиций, подготовке ценной информации о богатейшей местной истории. Тысячи петровчан и гостей поселения за это время посетили музей. Для них были проведены разнообразные экскурсии, уроки мужества, часы памяти, были и встречи с интересными людьми. И если о боевых подвигах жителей поселения посетители музея раньше могли получить хорошее представление, то трудовые свершения до сих пор не могли получить полноценного отражения. Это стало возможным после открытия комнаты трудовой славы. В этом мероприятии принял участие глава Славянского района Роман Синеговский. Роману Синеговскому и представителям районной администрации показали стенды с фотографиями и текстами, посвященными лучшим сельскохозяйственным, промышленным, торговым предприятиям и организациям поселения, спортсменам, медицинским работникам, учителям. В течение всего года работники культуры Синеговской занимались сбором информации. Это экспонат, фотографии, документы, встречались с людьми. В общем, нам удалось вот к концу года собрать и оформить вот эту комнату, в которую каждый, наверное, будет заходить с замиранием сердца, потому что каждый найдет что-то близкое сердцу. Каждый ходил в школу. Родители, бабушки, дедушки работали в колхозе или работают сейчас в совхозе. На стендах мы хотели отразить самое главное в разных отраслях. Вот первый наш стенд – это наша гордость, наши почетные жители. Вот впереди меня стенд «Зауприазовская» прошлый настоящий. Иван Алексеевич сам, директор «Зауприазовской», сам заинтересовался, он сам контролировал, проверял каждый макет этого стенда. Постоянно хотел добавить, вот они, сами работники «Зауприазовской», они сами решали, кого сюда поставить, чьи фотографии украшают этот стенд. Глава Славянского района живо интересовался музеем, задавал вопросы, на которые получал подробные ответы. Роман Сенеговский оставил запись в книге отзывов. По достоинству оценив всех, кто причастен к созданию этого прекрасного музея. В музее можно много узнать об истории крупнейшей станицы муниципалитета. Здесь на стендах так много значимых и знакомых для многих славянцев лиц, самоотверженных тружеников поселения. На них можно и нужно равняться. Конечно, да, детям еще интереснее. Они находят тут бабушек, дедушек, своих учителей, своих тренеров. А детям тоже очень интересно. Я думаю, что, и знаете, чем еще хороший этот зал, что мы не только собрали и отразили историю, да, трудовую славу нашей станицы, но этот зал будет работать как лекционный зал. Не в каждом музее, не каждый музей большой даже может похвастаться залом, где есть стол, стулья и телевизор, для того, чтобы не только послушать, еще и посмотреть кинофильмы нашей родной станицы, да, об истории, просто обсудить мероприятие. В комнате трудовой славы созданы отличные условия не только для ознакомления с экспозицией, но и для мероприятий самых разных форматов, с возможностью просмотра видеофильмов, а также обсуждения актуальных исторических тем. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События». Игорь Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».